Ой, амигос, кому вай? Сегодня мы поговорим о погоде и ты узнаешь, о чем говорили бразильцы в машине. Если хочешь вести беседу на португальском о погоде и знать дни недели, тогда бери свой любимый напиток, устраивайся поудобнее и поехали! Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий и добро пожаловать на мой канал для всех любителей иностранных языков и путешествий. И сегодня на наш замечательный курс по португальскому языку. Португальский язык по диалогам. Легко, быстро и с удовольствием. Вместе со мной ты проходишь этот увлекательный путь от нуля до уверенного. Пользование и владение португальским языком на уровне 1. Если ты впервые на моем канале и хотел бы проделать этот путь вместе с нами, тогда не забудь подписаться на мой канал, сделай красную кнопку серой, не забудь нажать на колокольчик, иначе пропустишь новые видео на моем канале. Ну и, конечно же, лайк и комментарий. Каждый твой лайк и комментарий меня мотивирует записывать данный курс и другие курсы для тебя и создавать интересные видео про языки и путешествия. Итак, поехали! Сегодня у нас девятое занятие. Как всегда, по традиции мы с тобой начнем с прослушивания предыдущего диалога, чтобы понимать, насколько хорошо ты его проработал. Сейчас предлагаю расслабиться, потому что расслабление всегда идет в пользу при изучении иностранного языка, не напряжение. И постарайся послушать диалог и понять все, что мы изучали в предыдущий раз. Поехали! Отлично! Сейчас мы с тобой проработаем этот диалог. Вернее, мы его прочитаем. Я надеюсь, что ты все понял. Если ты не понял 50% и больше, тогда необходимо вернуться к плейлисту «Португальский по диалогам» и еще раз проработать предыдущее занятие. А сейчас мы еще с тобой его прочитаем. Мне бы хотелось до 10-го диалога тренировать чтение предыдущих диалогов. Даю тебе несколько секунд. Сначала читаешь ты, потом слышишь мой вариант. «А ланшонечи». На конце, ты у нас произнесла как «ч». «А ланшонечи». «Вамус tomar ум кафизинью». «Синь, а онджи?» «А ланшонечи». «Тим, там и ланшонеча». «Я чтениеет мой барракCS. Отлично, почитали диалог, ты видишь здесь нет перевода, поэтому, если со слуха ты не все еще понял, тогда необходимо проработать предыдущий диалог еще раз. А сейчас наш новый диалог, номер 9, предлагаю также расслабиться и услышать старые слова, которые ты уже знаешь, и догадаться в целом, о чем идет речь. Итак, поехали. Да, calor está insupportable. As janelas já estão abertas. И as portas? Это наш небольшой диалог сегодняшнего занятия. Давай сейчас его проработаем вместе. Итак, диалог называется «нукаху». Каху, укаху, мужского рода «машина». Получается «ну» – это у нас соединение предлога «на» плюс артикля «у». И происходит слияние. Слияние происходит у нас «ну» – когда мужской род, слово мужского рода, и «на» – когда слово женского рода. Нукаху – в машине. Ки колор. Ки колор. Как жарко. Ты помнишь, что в данном случае «э» у нас в безударной позиции, поэтому произносим «ки». Ки колор. Как жарко. Си, да. У колор эста инсупортавиу. Эл на конце произносим «у». Инсупортавиу. У колор. Жара есть. Глагол «эстар» – когда что-то временное. Жара – это временное состояние, поэтому глагол «быть». Эстар, но не «сэр». У колор эста инсупортавиу. Невыносимый, невыносимая. Ас жанелас. Окна. Ас жанелла. Окно. Ас жанелас. Во множественном числе окна. Жа. Ас жанелас. Жа. Уже. Эстал. Глагол «эстар», «быть», «есть». Какие? Абертас. Эстар, аберто. Аберту. Эстар аберту. Быть открытым. Но мы здесь согласуем. Жанелас. Женский род. Жанелас. Поэтому и прилагательные есть закрытые. Вернее, есть открытые. Мы тоже согласуем. Абертас. Жанелас. Абертас. Если было бы что-то мужского рода, допустим, Уз кахус. Жа. Эстал абертус. Потому что кахус – окончание «о-эс». И поэтому прилагательного тоже будет окончание «у-эс». В португальском языке мы согласуем прилагательное с существительным. Обязательно. В обязательном порядке. И аспортас. И аспортас. А двери. А порта – это дверь. Восе эста лока. Восе эста лока. Ты есть сумасошедший. Или ты сумасшедший. Ты с ума сошел. И уз ладройс. У ладрой – это вор. И уз ладройс – а воры. Вот такой интересный диалог. Давай послушаем его еще раз и потренируем произношение. Будет небольшая пауза между фразами. Повторяй вслух. Поехали. Дécима аула. Ну, кару. Поехали. Этих полминутки и еще раз проработать диалог. А мы сейчас с тобой поговорим про погоду. Это мои комментарии. Сегодня они будут больше лексикологические, неграмматические. Фаланду ду темпу. У темпу – это погода. Фалар джи – это говорить о чем-либо. Но так как джи плюс у темпу – погода мужского рода в португальском языке, происходит объединение ду. Либо да, если женский род. Об этом мы уже говорили, когда говорили про связку гостар джи. Мне нравится что-то. Несколько фраз. Можно потом поставить на паузу и все эти фразы переписать. Эста энсоля раду. Эста энсоля раду – солнечно. У сейу эста лимпу. Дословно небо чистое. Ну, то есть мы говорим по-русски небо голубое. По-португальски можно сказать небо чистое. Ну, то есть безоблачное голубое. Фас колор. Когда мы хотим сказать по-португальски жарко, холодно, мы используем глобол фазер – делать. Поэтому дословно фас колор делает жара. Либо фас фрию. Фрию у нас будет чуть ниже. Ниже, чуть ниже. Можно сказать фас фрию. Холодно. Фас колор. Жарко. Фас мульту колор. Очень жарко. А как ты скажешь очень холодно? Конечно же, будет фас мульту фрию. Очень холодно. Следующая фраза. Эста нубляду. Эста нубляду – есть пасмурно, либо облачно. Здесь тоже глагол эстар. Есть временное состояние про погоду. Мы используем либо глагол фазер, либо глагол эстар, потому что это временное явление. Вай шовер. Вай – будет дождь. Вай шовер – это глагол ир, идти. Вай шовер. Для будущего времени ты знаешь эту конструкцию, глагол ир плюс глагол. Мы что-то будем делать, в данном случае будет дождь. Вай шовер. Эста шовенду – идет дождь. В данный момент. Эста шовенду. Либо эста шувозу – дождливо. Есть дождливо. В данный момент. Эста шувозу. Эста вентанду. Ветрено, либо дует ветер. Фаз фрию. Уже говорили про холод. Холодно. Фаз фрию. Фаз мульту фрию. Очень холодно. Вай невар. Вай невар – будет идти снег. Либо эста неванду. Если в данный момент идет снег. Сейчас, предполагается, идет снег. В эста неванду. Если мы хотим сказать, что нам холодно, жарко, мы используем глагол эстар ком. Дословно быть с чем-то. Эсту ком калор. То есть, я есть с жарой. Мне жарко. Эсту ком калор. Я сейчас нахожусь в Турции. Если ты следишь за моим блоком, ты знаешь. Поэтому сейчас в Турции очень жарко. У нас август. Эсту ком мульту калор. Мне очень жарко. Либо мы можем сказать эсту ком фрию. Мне холодно. Эсту ком фрию. Я умираю или я умру от холода. То есть, я собираюсь умереть. Мухея. Умереть от холода. Это мой случай сейчас. Я умираю от жары. Либо умру от жары. Будет пасмурно. Сейчас предлагаю поставить на паузу тебе и записать все эти выражения, которые ты можешь использовать, когда будешь говорить про погоду на португальском языке. Кстати, сейчас можешь поставить еще раз на паузу и написать, какая погода. Это твое небольшое домашнее задание. Можешь его выполнить прямо сейчас. Напиши, где ты находишься. В каком городе ты сейчас находишься. Город-страна. Допустим, эсту на Туркия. Эсту на Анталия. Я сейчас в Турции, я в Анталии. И можешь, используя эти фразы, написать, какая именно погода сейчас, в данный момент времени, когда ты смотришь наше новое занятие по португальскому языку. Мне будет интересно узнать, в каком городе ты находишься, в какой стране и какая сейчас погода. Отлично. Обязательно почитаю. И сегодня, как и обещал в начале занятия, поговорим про дни недели по-португальски. Если ты изучал какие-то европейские языки, там достаточно просто проследить аналогию. Воскресенье, понедельник, вторник. В португальском языке немного другая история. Здесь используется слово фейра. Фейра – это ярмарка. Это связано с историей, что раньше воскресенье – это был главный день ярмарки, понедельник – второй ярмарочный день, вторник – третий и так далее. То есть смотри, Сегунда фейра – это понедельник, но дословно переводится вторая ярмарка, либо второй ярмарочный день. Сегунда фейра – понедельник, Терса фейра – вторник, получается третья ярмарка, Кварта фейра – это у нас среда, но дословно четвертая ярмарка, Кинта фейра – это у нас четверг, хотя Кинта – это пятый, Секста фейра или Сеста фейра. Шестая ярмарка – это пятница, Сабаду – суббота, Домингу – воскресенье. Когда мы говорим в понедельник, во вторник до пятницы, так как фейра у нас женского рода, у нас будет предлог на, на Сегунда фейра, на Терса фейра, на Кварта фейра, на Кинта фейра, на Сеста фейра. А Сабаду – Домингу у нас заканчивается на У, поэтому будет НУ, то есть по-русски перепишем НО, произносим НУ. НУ САБАДУ, НУ Домингу. Окей? Давай еще раз с тобой прочитаем, повторюсь, понедельник, Сегунда фейра, и по порядку все семь дней недели. Сегунда фейра, Терса фейра, Кварта фейра, Кинта фейра, Сеста фейра, Сабаду – Домингу. Отлично. И также можешь написать в комментариях, какой сегодня день недели. Вот из предложенных на экране, у нас их семь дней недели. Отлично. Предлагаю сейчас еще раз послушать наш новый диалог сегодняшнего занятия. Я думаю, что ты его уже поймешь. Можешь расслабиться, откинуться на стуле-кресле, закрыть глаза и послушать еще раз наш новый диалог. Вот наш небольшой диалог. Надеюсь, что ты уже все понимаешь. Итак, сейчас на экране. В конце нашего занятия, как всегда, хочу напомнить суперсоветы для максимального результата в изучении португальского языка. Самое главное – получать в удовольствие. Старайся изучать португальский язык и сделать процесс приятным. Почему я говорю всегда в начале занятия, видео, бери любимый напиток. Может быть, это будет любимое время дня для вас. Это может быть, будет приятное какое-то место, терраса, балкон, где вам находиться комфортно. Любимый напиток, любимый чай, кофе, любимый сок, любимая вода, может быть, любимая музыка фоном, которая звучит. Старайся изучать язык, даже не изучать его, а практиковать, смотреть и получать при этом удовольствие, и чтобы процесс приносил удовольствие. Это очень важно. И новое занятие, напомню тебе, необходимо прорабатывать три раза. Сегодня первый раз основательно, делая записи, повторяя. Завтра, послезавтра, я так люблю делать с новыми языками, я прослушиваю, одеваю наушники, прослушиваю такие же подобные уроки, занятия, и повторяю вслух. Также с моего канала YouTube тебе не нужно сидеть, но ты можешь и второй, третий раз тоже так же смотреть меня, либо просто меня слушать. И домашнее задание, я уже тебе говорил, домашнее задание, это написать, какая погода прямо сейчас, во-первых, в каком городе ты находишься, какая страна, напиши это по-португальски, если подзабыл, можно воспользоваться онлайн-переводчиком в каком-то из занятий, я тебе давал два ресурса, Reverso и еще, по-моему, DeepL. И так же напиши, какой день недели сегодня, потому что наша задача запомнить дни недели по-португальски и уметь немного говорить о погоде. Надеюсь, что занятие было полезным, конечно же, ставь лайк, пиши комментарий, если занятие было полезным, и мы увидимся с тобой уже очень скоро в нашем новом занятии. Nos vemos muy pronto. Ciao, ciao!